Ну, пару слов о нашей компании. Наша компания появилась в 2013 году. Изначально мы занимались производством майнингового оборудования. Зачем начали сдавать это оборудование в удаленный доступ? Это сервис Hashflare, как на плакате. Вот, и сейчас мы занимаемся разработкой решений на базе блокчейна Эмер. Вот, про блокчейн я, наверное, вам не буду рассказывать, сегодня было много слов. Хочу поделиться, ну, такой информацией, какие блокчейны вообще обычно используются в каких-то готовых решениях. Да что ж он. Первый это биткоин. В Эстонии есть такой знаменитый банк Олхавы. Они, например, делают свои продукты на базе биткоина. То есть они используют цветные монетки. Вот. Второй вариант использования этериума. Ну, тут как бы вариант на самом деле довольно сомнительный в плане безопасности. То есть история с DAO, Тюринг полный язык, все это как бы наводит на мысли, что в продакшен каких-то уже готовых решениях использовать блокчейн Этериум, ну, например, я лично не рекомендую. Вот. Мы используем блокчейн Эмиркоин. Почему Эмиркоин? Самый важный момент, это потому что НВС. НВС — это система хранения данных вида имя-значения. Да что ж он прыгает, зараза. Какая-нибудь кнопка нажатая? Положу, не буду трогать. Нет, все равно прыгает. То есть PDF-ка. Ну, в общем, что это за система? В этой системе можно хранить абсолютно любые данные размером до 20 килобайт. То есть я могу записать, допустим, запись сделать Николай Павловский и в value записать свою биографию. Соответственно, я как владелец этой записью могу ее передавать, могу ее уничтожать, могу делать в ней какие-то изменения, но все это будет видно, соответственно, в блокчейне. То есть если я там себе припишу, что там получил орден Ленина, соответственно, ну, каждый может посмотреть, когда это было сделано, понять, что это на самом деле неправда. Вот. Соответственно, имея такую систему, можно делать разные крутые штуки. Вот в качестве презентации мы сделали такой небольшой сайтик, автохэшкоинском, мы сделали публичный реестр автомобилей. То есть предыдущий оратор рассказывал про кадастровый реестр на закрытом блокчейне. Мы все делаем это на открытом блокчейне, соответственно, Эмиркоина. Вот. Вот не хочет он остановиться. То есть создавать можно не только… А, кстати, ну, можете зайти на сайт, посмотреть, как это примерно работает. То есть… Нет, но можем положить, если надо. Хотя на 25 мегабайт весит, а там только 20 килобайт, поэтому не получится. Вот. Соответственно, можно создавать любые реестры. Не только кадастры, автомобильные. Можно создавать реестры, в принципе, любых прав собственности. Вот. Это как бы один из вариантов применения блокчейна Эмир. То есть самый такой первый, который мы стали использовать. Можно следующий туда? А, кликером. Да. Вот. Следующий вариант использования – это SSH-ключи. То есть это та вещь, которая была использована нашей компанией, но первой. То есть как это работает? То есть обычно, если, допустим, есть какой-то системный администратор, он вписывает на сервер в авторизит кейс публичные ключи своих работников, кто может авторизоваться на этом сервере, соответственно. Вот. Используя блокчейн Эмиркоин, можно сделать немножко по-другому. То есть как это все происходит. Каждый программист, который хочет получить, допустим, доступ к серверу компании, он публикует свой публичный ключ в блокчейн Эмир. После этого я, как главный администратор, создаю группу, допустим, группа хэшкоинс и указываю в этой группе, кто из программистов, их имена именно в блокчейне, кто имеет доступ к этому серверу. После этого на самом сервере я открываю специальный файлик и указываю только название группы. Никаких ключей. Вот. Соответственно, когда происходит запрос авторизации, сам этот SSH-демон, он спрашивает блокчейн, посмотри, пожалуйста, эти имена и вытащи мне все ключи, которые ты найдешь. Вот, соответственно, если у вас публичный ключ совпадает и с тем, что вытащено, ну, значит, окей, заходи. Если нет, то нет. В чем плюс такого решения? Когда у вас очень много оборудования, там, серверов или майнеров или чего угодно, там, везде, где есть там SSH-демон, проблема заключается в том, что если вам нужно добавить какого-то пользователя его ключ или удалить, вам нужно пройтись по всем серверам и, соответственно, поменять файлик авторизит кейс. Но это не очень удобно, мягко скажем. Вот. В случае использования блокчейна задача очень сильно упрощается, потому что я могу внести изменения через свой кошелек. то есть вместо того, чтобы выпиливать каждого пользователя с сервера отдельно, я обновляю запись в своем кошельке и говорю, что группа хэшкоин теперь состоит, допустим, не из четырех программистов, а из трех. Вот. Соответственно, лишний ключик мы оттуда выкидываем. Ну, то есть реально удобная штука. Ну да, то есть у вас может быть неограниченное количество серверов, то есть тут масштабируется до бесконечности. То есть надо на всех миллионах серверов выпилить какого-то программиста, пожалуйста, делайте апдейт записи в своем кошельке и как бы происходит магия. Вот. Ну, про часы ракеты, наверное, все тут слышали, или не все, что они используют блокчейн Эмер для валидации своих изделий, то есть на задней стенке часов у них находятся серийные номера, которые они добавляют, соответственно, в блокчейн Эмера. После этого, соответственно, в запись они вносят информацию о часах, серийный номер, когда было произведено, мастер сборки. Можно вносить, на самом деле, очень много разной информации. Вот. После этого любой покупатель может проверить, соответственно, по серийному номеру свои часы, когда были выпущены, кто текущий, допустим, владелец, магазин или, допустим, какой-то Вася, у которого эти часы украли. То есть можно посмотреть, ну, не были ли они украдены, кто текущий владелец, когда было производство и другие разные интересные вещи. Вот. Экзотическое применение. На был создан сайт от VendorNet. Это CPA-сеть, в принципе, которая занимается покупкой-продажей крипто-трафика, в основном по биткоин тематике. Вот. Она работала, использует блокчейн Эмера для арбитража трафика. То есть в Эмерконе есть такая штука, как EMC-LNX. Это рекламная сетка. То есть в блокчейн публикуется контракт, в котором говорится, допустим, какой URL нужно перейти, на каком языке там будет рекламная запись и сколько будет стоить клик. Соответственно, дальше сайт, допустим, сайт новостей подтягивает эти данные из блокчейна и отображает уже в человеческом виде. После этого, если какой-то пользователь кликает на рекламную ссылку, соответственно, идет взаимозачет. То есть рекламодатель автоматически платит вебмастеру, который разместил вот этот рекламный блок. Ну, здесь этот слайд делался для финансистов из Эстонии. На блокчейне Эмера можно передавать не только там данные, допустим, о SSH-ключах, можно, соответственно, передавать данные о денежных переводах. То есть это примерно то же самое, что вот если, допустим, выпустить чек, если банк выпускает чек и говорит, допустим, что обладатель этого чека может в любом отделении получить 10 евро, соответственно, если этот чек передам кому-то физически и он придет в банк, то как бы все окей. Можно сделать это в цифровом виде оформить все. То есть мы создаем запись, где указываем номинал, допустим, и текущего владельца, и, соответственно, передача происходит как в реальной жизни. Только вместо бумажного чека мы передаем запись о том, кто кому чего должен. Вот. Из тех решений, которые на сегодняшний день уже доступны, которые можно применять, вот прямо сейчас ничего собственно дополнительно не разрабатывая, это вот авторизация по сертификатам, администрирование SSH-ключей, можно делать реестры прав собственности. То есть технология уже готова и готова к использованию. И она настолько простая, что даже как бы не верится, что она реально так может работать. То есть там не нужно годы разработки каких-то мега крутых чуваков. То есть собираете данные, грубо говоря, одной командой публикуете это все в блокчейн, дальше там обычные JSON данные. То есть подтягиваете хоть CMS, хоть каким-то своим скриптом, то есть вытаскивается все. Очень-очень удобно. Вот. Ну и, соответственно, вот есть рекламная сеть уже построенная, система доказательства оригинальности, это вот как с часами ракета. И так, нецензирированные DNS. Вот здесь Иван жаловался, что у них сайт лежал неделю, потому что регистратор там что-то накосячил. Соответственно, если бы они продублировали свою запись в блокчейн, то вместо того, чтобы обращаться к какому-то регистратору, можно постучать в свой кошелек и сказать, пожалуйста, скажи мне, какой IP там у этого сайта. И, соответственно, он откроется. То есть можно было продублировать и избежать такого длительного падения. Вот. Также можно создавать системы контроля целостности данных. То есть это такая своеобразная защита от администратора. То есть, допустим, ну если взять какой-то банк, и там вот есть у них главный администратор, в принципе, есть такая ненулевая вероятность, что этот админ может что-то взять и поменять, допустим, в базе данных банка. Ну, может у него там родственников, заложники взяли, то есть или там паяльник приставили. Вот. И, соответственно, если хранить хэши этих записей, допустим, блокчейне, то всегда можно посмотреть, а не менялась ли, допустим, целостность там такой-то таблицы. Вот. Система хранения магнитных ссылок. То есть есть и такая вещь. Она, правда, не особо популярна. Вот. Ну, можно сделать торрент-трекеры на блокчейне. Опять же, технология готова. Пожалуйста. Вот. Ну, и система войп-телефонии. У нас еще готовых решений. Ну, как бы теоретические решения есть, но на практике еще ничего не сделали. Ну, как бы технология есть, но конечного продукта пока еще нет. Вот. Ну, это, собственно, все, что я хотел рассказать. Если будут вопросы… Вадим зовут. Вопрос по поводу уязвимости или как бы про атаки мы только что говорили, про Ethereum, Bitcoin, а какая ситуация состоит с Amarcoin? Ну, на самом деле… Какие риски, то есть да, какие возможные атаки могут быть и… Ну, я понял ваш вопрос. На самом деле атака на Emer ее сделать намного сложнее, чем на Bitcoin, в том плане, что Emer использует гибридную систему POS плюс POV. То есть для того, чтобы совершить атаку 51%, вам нужно иметь и 51% мощности, и 51% всех монет системы. То есть вероятность такой атаки значительно ниже. То есть именно вот использованы гибридные системы. Представьте, что вам нужно купить монет на огромную сумму. То есть сейчас там, по-моему, порядка 38 миллионов выпущено монет. То есть вам нужно купить 20. То есть огромные деньги. Ну и плюс само оборудование. Сложность майнинга, там, кстати, майнинг с вами на Shadu 56, сложность достаточно высокая. Там и на железо придется потратить очень-очень много. Стоимость транзакции, Стас. Да, она реально мизерная. То есть добавить запись в MWS, стоимость зависит от размера самой записи. Да, то есть там можно, на самом деле там возможностей очень много, можно положить запись на определенный какой-то, допустим, короткий или очень длинный период. То есть если, допустим, там домены того же namecoin нужно продлять периодически, то, допустим, доменные зоны там Emercoin, их можно создавать доменную запись там на 200 лет. То есть и опять же, и от срока действия жизни записи и от количества информации в записи зависит стоимость транзакции. Ну, по-моему, что-то максимальное по цене, ну, может быть, 10 центов. То есть там в зависимости от курса. Это как бы максимум. Причем там стоит еще защита от удорожания Emercoin. То есть если вдруг он завтра будет стоить миллион долларов за одну монету, то, соответственно, повысится сложность и при повышении сложности уменьшается размер комиссии. То есть на внесение записи. То есть если он будет дорожать, соответственно, стоимость именно в монетах будет падать. Еще вопросы? Правильно я понимаю, что единственные расходы на стоимость владения таким решением это вот расходы на внесение записи, собственно, да? И все. Ну, в принципе, да. Но тут на самом деле ситуация… Нет, или какие-то еще компоненты есть в плане стоимости владения каким-то из таких решений, которые вы перечисляли? Ну, смотрите, основная стоимость это, ну, наверное, просто аренда сервера. То есть больше, ну, вот, за сами транзакции заплатить. При этом, если вы создаете, допустим, какое-то свое очень хитрое решение или свой какой-то продукт, то, в принципе, даже команда Emmer вам поможет своими знаниями это развернуть. То есть мы когда только начинали, я буквально сидел постоянно на телефоне с Олегом Хавайко, с ведущим разработчиком, и он нас прямо поэтапно подводил, каждым шагом объяснял, что и как делать. По затратам там они реально копеечные. То есть сам сервер Emmercoin, в отличие от многих других форков, он apt-get install Emmercoin-d. Все. То есть ставится реально за 5 минут. Да, то есть я, например, занимаюсь тем, что портировал этот кошелек Emmer на Raspberry. То есть в принципе он и на рутере может работать. То есть очень нетребовательный к ресурсам. У него используется, ну, большинство команд стандартные биткоиновские, то есть там не надо городить какие-то огороды, то есть обычные там типа send money там и прочее. Очень удобно в этом плане. Ну и как бы порог входа для программистов там очень низкий. То есть в принципе, если вы создаете реестры, то вы больше работаете даже с фронт-эндом. То есть там больше проблем сделать красивый сервис, красивый дизайн там. Вот. А весь бэкэнд, он как бы уже написан. То есть пожалуйста там. То есть вот у вас вы заполнили форму, получили какие-то данные, и дальше вам их просто нужно положить в сам блокчейн. То есть там команда, по-моему, send name. И дальше передается сам этот массив данных и кошелек, который будет этими данными как бы оперировать в дальнейшем. То есть все там довольно просто, прозрачно и как бы хорошо задокументировано. Окей, еще один вопрос. А подскажите, пожалуйста, стоимость разработки, допустим, ну порядок. То есть вот вы берете какой-то проект, сколько он стоит для стороннего, если это возможно? Ну такие, чтобы проекты, которые бы вам продавали, такого еще не было. То есть вот первая ласточка, это у нас как раз таки публичный реестр автомобилей. То есть стоимость разработки, ну опять же складывается, наверное, из часов работы программистов. То есть вот такую вот демку автор-реестра мы сделали за неделю силами одного программера. То есть это очень недорого. Просьба к тем, кто вопрос задает, повыше руку, чтобы мы вас видели и передали микрофон. А вот вы сказали, что хранится 20 килобайт. А как обосновывается, что именно 20 килобайт, а не мегабайт или какая-то другая? Вот это я честно не скажу. То есть здесь будет следующий, в другой секции доклад, как раз будет Стас Полотов рассказывать. Вот там будет на связи главный разработчик Эмиркоина, можно будет с ним пообщаться. Чем это обосновано, я честно не знаю. Но на самом деле 20 килобайт, ну это огромное количество данных можно записать. Ну огромное, но проблема… Ну то есть если мы берем, допустим, реестр, то есть вот всю информацию по автомобилю там уместить без проблем. Еще и место остается. Ну да, если эта информация дробится на такие части. Ну да, спасибо. А можно чуть поподробнее про реестр автомобилей? То есть как это? С кадастром более-менее понятно. Там государственная служба проводит сделки. Здесь имеется в виду, что тоже должны подключиться там ГИБДД, автосалоны или кто там. Да, там можно сделать… На самом деле, почему мы еще не сделали готовое решение? Потому что в плане технологии, в плане работы там все понятно. Упираемся мы в пожелания заказчика. То есть как конкретно это должно быть реализовано. То есть там можно сделать, допустим, единый центр. Это будет наподобие закрытого блокчейна, когда, допустим, одна контора занимает какой-то пул адресов и начинает публиковать туда данные. Вот. То есть она публикует данные и об автомобиле, и о техосмотре, и о страховке там и прочее. Это как бы один вариант развития событий. Второй вариант, что мы имеем… Как бы блокчейн, он позволяет различным организациям подвешивать данные. Ну, то есть если мы берем автореестр, допустим, вот есть вин и есть технические данные, которые внес автореестр. Вот. То есть они там висят и висят. А дальше, допустим, есть какой-то техосмотр, который должен тоже внести запись. Вот. Соответственно, он тоже может это сделать со своим определенным префиксом. И мы можем сделать так, что… Как бы это объяснить? То есть мы можем заранее указать, допустим, у себя, каким ключам мы верим. То есть, допустим, мы верим какому-то конкретному там техосмотру, его ключу. То есть он вносит запись, допустим, что мой автомобиль прошел техосмотр, подписался своим ключом. И, допустим, адрес, который принадлежит, он может быть, допустим, прописан у него на сайте там в текст записи домена, допустим. Ну или как-то другим образом. То есть мы можем у себя держать даже список, допустим, доверенных кошельков, данные от которых мы принимаем. То есть таким образом можно соединить очень разные организации. Допустим, если брать эстонский автореестр, то там можно как раз-таки посмотреть данные о техосмотрах, данные об авариях, данные о страховке. То есть и всех вот этих сторонней организаций мы можем объединить вместе. То, что вы можете, я понял. Вопрос, захотят ли они объединяться. Вот в этом особенная проблема. У нас, если сейчас посмотреть, может быть, автосервисы больше, чем во всей Эстонии, только в Москве. Как заставить куда-то что-то записывать одновременно. А если они все вместе не записывают, то уже интерес теряется к информации. Да, я с вами отчасти согласен. Это больше проблема даже не техническая. То есть технически для этого все возможности есть. Ну, единственное, почему мы взяли именно автореестр, там очень удобно, потому что есть уникальное имя, это как раз-таки ВИН-код, и к ней как бы все подвязывается. Соответственно, дальше, используя там префиксы этого имени, можно там подвязывать как страховщиков, так и техосмотр. В плане юридически, как заставить техосмотр записать блокчейн, ну, в России, насколько я знаю, вообще никуда. Ну, то есть ты приехал, тебе штампик поставили, как бы и все. То есть в Эстонии, допустим, там техосмотр обязан тебя внести, то есть в реестр, что ты прошел техосмотр. То есть только если законодатели... Да, то есть тут надо как бы пинать законодателей.